Надеть спецодежду, развернуть пожарный рукав, приступить к тушению. На соревнованиях очаг возгорания условный. Но здесь, как и на реальном пожаре, важна каждая секунда. Фаиль Зарипов уже пять лет добровольно тушит пожары в одном из сел Камышлинского района. Говорит, там много полей, потому горит чаще всего трава. Сегодня делится погода, усложняет пожарным задачу. В реальных условиях огонь пришлось бы тушить несколько часов. Такой ветер, надо было бы побегать много, потому что трава густая, везде почти ничего не пашется, везде все проросло, бурьян везде. Поэтому очень трудно даже. Иногда ветер дует в другую сторону, хоп, обратно и на себя пошел. Сегодня в профмастерстве соревнуются в общей сложности около 30 добровольных пожарных команд и дружин. Разница в том, что у первых есть спецмашина, на которой они подвозят воду, вторым, чтобы потушить огонь, нужен водоем. На турнире вместо него специальная емкость. Судьи оценивают скорость, мастерство и слаженную работу участников. Успех команды на соревнованиях определяет не только быстрота, но и меткость. Бить струей нужно точно по мишени, чтобы наполнить цистерну, от которой срабатывает датчик. В реальных условиях борьбу с огнем тоже нужно вести прицельно, чтобы быстрее потушить пожар и выиграть время. Отряды добровольцев формируют в деревнях и поселках, куда не могут быстро добраться основные силы пожарных. Принимают и обучают всех, кому есть 18. Заступив на службу, быть на связи предстоит круглые сутки дежурить прямо из дома. В прошлом году в регионе добровольцы своими силами потушили около 400 пожаров. Это почти пятая часть от общего числа ЧП. Добровольные пожарные это практически во многих сельских поселениях, это те люди, которые первыми приходят на помощь, подают так называемый ствол первой помощи. Ну и соответственно от их слаженной профессиональной и своевременной работы зависит, примет ли пожар угрожающие размеры, будет ли его дальнейшее распространение. На соревнованиях среди пожарных команд и дружин лучшими стали добровольцы из сел Подгорное и Елховка. Победителям и призерам вручили ценные подарки. Алина Чемерис, Артём Сулайман. События.